МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня 28 апреля, среда. Смотрите в выпуске. Сегодня в Ачинске начался ямочный ремонт с улицы Профсоюзной. Впервые на эту работу будет действовать гарантия в один год. Ну а качество ямочного ремонта Ачинсу уже смогут увидеть осенью этого года. Вот именно на этом месте я от зонтиком от них отбивалась. В старом центре агрессивные собаки держат в страхе несколько улиц. Сколько будет продолжаться собачий террор? Школьный перевозчик накручивает километраж. Проверки показали, что на детских маршрутах предприниматель наварился на миллионы рублей. Подробности через несколько минут. В Ачинске вовсю идет перепись дорожных ям, а дорожники уже латают профсоюзную. Новшество этого сезона – это гарантия на ямочный ремонт в один год. Всем здравствуйте. С этого и начнем выпуск Косы. Протяженность этого участка составляет 1700 квадратных метров. Именно на этом промежутке дороги, начиная от автозаправки, до пересечения Зверева-Лапенкова, по мнению автомобилистов, и начинается убийственный маршрут. Этого ямочного ремонта на профсоюзной люди ждали как никогда. Хотя есть сомнения, что это ненадолго. Кажется, вы сами знаете, как в Ачинске на дороге делают. Есть какая-то надежда, чтобы все-таки пересмотрели у нас и заказчики, и подрядчики работу. Ну, мне кажется, хоть так сделать. Ездить как-то надо. Латанием этого участка на профсоюзной занимается фирма «Комплекс строй». На прошлой неделе еще работники «Комплекс строй» приступили к фрезеровке. А уже сегодня техника зашла на асфальтирование дороги. Главное, по словам представителя подрядчика, чтобы погода не помешала. Ведь их техника сняла большие участки старого покрытия. Тем самым, как говорят специалисты, такие латки должны прослужить дольше. Если все пойдет по намеченному плану, гладко и без нервов, водители поедут уже к концу этой недели. Также отмечу, что помимо «Комплекс строя», который реанимирует улицу профсоюзную, на ямочный ремонт вышло еще две фирмы. Это группа СТК «Бывший Ачинский транспорт» и СИП «Дорстрой». Как заявил сам подрядчик сегодня в телефонном режиме мне, что они к улице Свердлова приступят на этой неделе. Ну а этот участок по улице Кирова, начиная от софт-торговли в сторону шоссе нефтяников, СИП «Дорстрой» начнет латать, когда у подрядчика будет полное понимание, какие ямы заделывать. Но судя по тому количеству, которое здесь есть, здесь будет проделана большая работа, здесь будет большая вырезка дорожной карты. Пример, как на улице Профсоюзной. Ну и также отмечу, что полная комплексная проверка улично-дорожной сети состоится 17 мая. И не исключено, что уже после этой проверки перечень и список этих ям и улиц будет немного изменен. Что касается группы компании СТК, то руководитель фирмы Владислав Климентовский заявил, к ямочному ремонту готовы, но пока нет точного списка. Напомню, впервые на ямочный ремонт будет действовать гарантия в один год. А общая сумма контрактов составила более 7,5 миллионов рублей. Ну а качество ямочного ремонта Ачинсы уже смогут увидеть осенью этого года. Анна Ахметова, Александр Сиделев, телеканал ОСА. В Ачинске пройдут командно-штабные учения. Представление развернется на территории бывшего Авату. В связи с учениями 30 апреля будет ограничено движение для транспортных средств. Время пока не уточняется. Коснется это улицы Свердлова, начиная от пересечения Зверева-Свердлова до пересечения с улицей Спортивная. Также ограничить движение в микрорайоне Авиатор и выезд из дворов. На месте перекрытия госавтоинспекторы будут направлять всех автолюбителей в объезд. Так что 30 апреля заранее корректируйте свой маршрут. Надо мясо. Едем в Гоббис. Шея свинная. 349 рублей за килограмм. Ждем вас в мясном дискаунтере Гоббис. А? Замечаете, что стали хуже слышать? Пора проверить слух. Проверьте свой слух бесплатно в центре слуха Аудионика. Запишитесь по телефону 30100 или на сайте. Аудионика. Встречаем май. Шок ценами. 30 апреля, 1 и 2 мая. Мангал сборный 99 рублей. Стол складной 599 рублей. Город Ачинск, улица Зверева, 8Б. И город Назарова, улица Арбузова, 116. Внимание! В Ачинске открылся филиал тепличного центра «Ясно». Широкий ассортимент теплиц по антикризисным ценам. Улица 5 июля, строение 11Б. Возле магазина «Светофор». Телефон 939-51. Еще не было. Натяжной потолок за 33 рубля в день. Компания «Премиум». 28-й квартал. Магазин «Азия». Звони 599-77. Вот эти собаки. Да, вот эти собаки. Да, вот эти собаки. Четыре. Вот видите, пять. Вот этот сегодня новый пришел, большой стоит к ним. Ну зачем это надо нам? Шесть штук. Вот еще не все. То есть они лежат прямо вот на перекрестке. Представляете, люди ходят, они гидаются. Вот именно на этом месте я вот с зонтиком от них отбивалась. Ну я спал, как он выбежал, выбежал. Она кричала, бедный тут. Я думала, они ее уже грузут. В старом центре агрессивные собаки вновь нападают на людей. Эта банда лохматых хулиганов держит в страхе жителей нескольких улиц. И по словам людей это продолжается уже давно. Собаки уже тут давно, очень давно. Их разводят вот там вот. Там и щенки у них в ограде. То есть щенки сейчас вырастут, они их выпустят вот просто так же гулять. Я живу вообще в Шанхае, прихожу к свекровке. Я прохожу мимо них, они начинают кидаться. Я от них зонтом отбивалась, у меня зонт в другую сторону вывернулся. То есть им на зонтики, на палки они не реагируют. А это безнадзонные собаки? Да. Или кто-то их разводит все-таки? Они как щенятся, короче, их забирают щенков. Вырастают у щенков и выпускают. Вот просто вот вообще выпускают собак. Чтобы они просто... Известно, кто это делает? Да, вот тут вот дом вот. А как-то с ними пытались пообщаться? Пытались. Они этого не делали или как-то на цепь их садили? Они сказали, это не наши собаки. Вот так вот они говорят. Последний раз об агрессивных собаках Ульяна сообщала в приют Доброе Сердце 19 марта. Одну собаку все-таки отловили, стерилизовали и вернули обратно. Но нападения, по словам Ульяны, происходят регулярно. И кидаются собаки на всех без разбора. А полиция разводит руками, говорит девушка. Неделю назад проходили молодые люди, и они вдоль забора проходили, кидались. То есть не только на нас, вообще на всех, кто мимо проходит. Они только кидаются, пугают или нападают и кусают? Недавно мальчика вот по нашей улице укусили. Звонили в полицию, в приют, в Доброе Сердце. Меня все направляют то в полицию, то в приют, то в полицию, то в приют. Никакой реакции нет. Прокуратуру жаловались по поводу того, что полиция не принимает заявление? Мне сказали, звоните участковому. Звоню участковому, участковый говорит, звоните в приют. Мы к этому не касаемся. А я напомню, что в Старом Центре уже не в первый раз собаки кусают детей. В прошлом году новости осы рассказывали, что на Красноармейской бродячая собака укусила за лицо 4-летнюю девочку. Следователи провели проверку, но дело не возбудили. Не нашли состава преступления. Видимо потому, что серьезных травм ребенок не получил. В этот раз собаки нападают в районе перекрестка улиц Щетинкино и Урицкого. Последняя проходит как раз параллельно Красноармейской. И вполне возможно, что в этой стае есть одна из тех собак, что в прошлом году покусала девочку. Мы направили запрос в полицию о том, поступала ли в последнее время из медучреждений города информация об укушенном ребенке. Ждем ответа. Промост через Чулым, зону отдыха на Солдатском пляже и тень недоверия. Накануне мэр Александр Токарев отметил круглую дату 100 дней работы большой пресс-конференции. Сегодня подробно о том, какие планы на развитие города у команды Токарева. Ну давайте уже как бы жить-то нормально. Давайте доведем, наведем порядок у себя дома, а потом начнем развиваться дальше. Мы развиваемся как город Левша. Весь Ачинск расположен на левом берегу Чулыма. Хотя разговоры о новом районе по ту сторону реки идут уже несколько десятилетий. И мечтам о постоянной переправе вместо понтонной столько же лет. Мэр Токарев свою позицию в этом вопросе обозначил четко. Для чего мост через Чулым? Что у нас на противоположной стороне Чулыма? Солдат. Что еще? Какая инфраструктура? Никакой. Никакой. Сотни миллионов. Еще раз говорю, я уважительно отношусь к мнениям горожан, и мы обязательно дойдем до этого. Но сегодня у нас есть большие болячки, на которые надо обратить внимание. И когда мы их решим, обязательно перейдем к строительству моста. Но это только не сегодня, потому что есть определенные приоритеты, и мы будем их выстраивать. В ближайшей перспективе моста через Чулым нет. Но в планах на эту пятилетку есть обустройство набережной с большой зоной отдыха. В следующем году, также уже мы обсуждали с компанией и непосредственно с губернатором Красноярского края Александром Викторовичем, мы перейдем к разработке дизайн-проекта парка отдыха, которого у нас нет в городе. Во всех городах есть, у нас с вами нет. Место это Солдатского пляжа. В планах это благоустройство березовой рощи, которая у нас на территории Авату, спуск вниз пешеходный и подъезд автомобильного транспорта со стороны улицы Набережной. Вот эта вот зона. По словам Токарева, в ближайшие годы будет обустроена лыжероллерная трасса в районе озера Мясокомбината. Разработкой дизайн проекта займется «Русал». А мэр, в свою очередь, займется «Русалом». Градоначальник заявил всем городским СМИ, экологическую деятельность АГК он будет контролировать лично. Комбинатам на сегодняшний день, вот в 2021 году, реализуется программа по всем направлениям экологическим более миллиарда рублей. Это вся тематика и в каком состоянии у них аспирация, и какие у них полигоны есть, и что они сделают с рекультивацией. Все это находится у меня на контроле. По выполнению этих мероприятий компания будет производить отчет письменный о выполненных работах. И перед вами в том числе отчитываться тоже? Обязательно. Рекультивация, на самом деле, речь идет об участке провала на Руднике, она уже там идет, вы ее тоже намерены контролировать лично? И каким образом? Еще раз, по письменным отчетам о выполненных мероприятиях, если у меня будет тень недоверия, то комиссионно выезжаем и осматриваем выполненную работу. Сейчас тень недоверения? Прямо сейчас? Мало еще времени. Они очень мало сделали, заключили контракты, и я думаю, какой-то первичный результат можно будет летом к концу первого полугодия по всем направлениям. И по аспирации, и по шламовым картам, и по рекультивации заброшенных этих рудников, этих пород. Позади у нового мэра 100 дней работы, впереди 1700. Чтобы планы по развитию Ачинска сбылись, нужно быть не просто молчаливыми наблюдателями, а стать активными участниками этих перемен. Тогда все получится. Наталья Сусанина, Вильдан Калимулин, Телеканал ОСА. Субтитры сделал DimaTorzok Весна, время обновления и губернские аптеки до 31 мая снижают цены на большой ассортимент витаминов, биологически активных добавок, диетического питания, товаров для здорового образа жизни, компрессионного трикотажа и медицинской техники. Ищите зеленые ценники со скидками в 10, 15 и 20 процентов. Стоп-цена на аппараты Allmak и Allmak+. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Фармацевтический центр губернские аптеки, улица Кравченко, 7А. Прикоснитесь, присядьте, прилягте и оцените скидку до 20%. КМК. Всегда удобно. Диагностический центр Медэкспресс приглашает на компьютерную томографию, ультразвуковую эндоскопическую диагностике, комплексное обследование сердца, медицинские анализы, консультации узких специалистов. Переулок Новосибирский, 73. Телефон 5, 47, 57. Лицей номер один ведет набор старшеклассников в профильные классы. Обучение в группах по 12 человек. Тренинги и семинары с командой педагогов, профессионалов лицея и преподавателями вузов. Реальное обучение вместо затрат на репетиторов. Удаление варикоза. Без разрезов. Без наркоза. Без потери трудоспособности. Клиника лазерной хирургии. Варикоза нет. Телефон 205-45-01. Компания Синт представляет тариф интернет плюс телевидение. 150 мегабит в секунду. Более 100 каналов в высоком качестве. Просмотр любимого видеоконтента на YouTube и Иви. И это всего за 650 рублей в месяц. Подробности тарифа узнавайте на сайте, в офисе оператора и по телефону 56-00. Продолжение следует. Ключинском и Большесолырском маршрутах. По словам Хохлова, ущерб бюджету может составить миллионы рублей. В феврале, по моей инициативе, была сделана проверка маршрутов, по которым доставляются детишки в школу. До этого были составлены паспорта вот этих маршрутов с определенными подписями. Результат проверки выявил, что в паспортах, соответственно, в актах выполненных работ, серьезно завышенный комметраж. Приписки. Это означает, что... Да, по сути, приписки. То есть исполнитель, подрядчик получал бюджетные деньги за то, чего не выполнял. Мы правильно сформулировали, правильно сформулировали. Причем это происходило на протяжении многих лет. Причем подрядчик был всегда один и тот же. По информации пресс-службы районной администрации, школьными перевозками несколько лет занимается малиновская фирма АЭМ Компани. Директор и владелец ее Марат Таштемиров. Сегодня связаться с предпринимателем нам не удалось. О выявленных нарушениях власти сообщили в правоохранительные органы. Завтра смотрите подробное интервью с главой района Петром Хохловым о первых итогах работы. Школы и детские сады в Ачинске и районе отправятся на длинные выходные. Так рекомендовало Минпросвещение России. Не будут работать и учреждения доп. образования. А в детских садах с 4 по 7 мая будут организованы дежурные группы. В управлении образования города нам сообщили, что пока официального приказа от Краевого министерства образования нет. Но если все-таки детям устроят такие каникулы, то придется корректировать образовательные программы, чтобы учащиеся смогли их освоить полностью. Для работы лечебных учреждений с 1 по 10 мая Минздрав края тоже определил порядок работы. В обычном круглосуточном режиме будут работать стационары, травмпункты и скорая помощь. 1, 2, 9 и 10 мая выходные у поликлиник. 3 и 8 мая они будут работать по субботнему графику с 8 до 16 часов. В эти дни будет осуществляться прием участковыми терапевтами и педиатрами, хирургам, акушерам-гинекологам, взрослым и детским стоматологами. Будут работать процедурные и прививочные кабинеты, обслуживаться вызовы на дому, в том числе и по информации от скорой помощи. Осуществляться патронажи и выписка льготных рецептов. А с 4 по 7 мая в обычном режиме будет проводиться прием специалистов по предварительной записи, в том числе на вакцинацию, оказание плановой, неотложной и экстренной медицинской помощи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»